Муфтият Республики Дагестан – централизованная исламская религиозная организация, основная цель которой – быть полезной для общества, как было неоднократно озвучено муфтием республики шейхом Ахмадом Афанди. На одной из встреч председатель Совета Алимов отметил, что работа муфтията строится по принципу «пятого колеса для телеги». Приносить пользу людям – одна из основных целей, которую ставит перед собой муфтият Республики Дагестан. Это является и одним из основополагающих принципов веры. Следуя данным принципам, в очень тяжелый для нашей страны, и в частности для Дагестана, период пандемии коронавируса, муфтият не оставил без внимания всех, кто особенно нуждался в помощи. Безусловно, в первую очередь это медицинские работники, которые жертвовали своим здоровьем и своими жизнями, спасая людей. Вместе с врачами за жизнь каждого человека боролся и муфтият, который ощущал поддержку и со стороны неравнодушных к чужой беде дагестанцев. Все работники муфтията, те, которые еще не болеют или уже выздоровели, работают, разъезжают по населенным пунктам Дагестана, оказывают психологическую поддержку. Они же развозят медикаменты, продукты, аппараты для подачи кислорода. Это все благотворительная помощь, которая складывается из народных в спору. Люди помогают друг другу через муфтият. Да, можно сказать, что люди самые виноваты в таком огромном количестве зараженных. Да, не все серьезно отнеслись сразу. Где-то не поверили до конца. Кто-то думал, что пронесет. Но я думаю, вы согласны с тем, что халатность людей не будет бросать их в такой катастрофе. Ежедневные выезды в различные муниципалитеты. Передача необходимых медикаментов и жизненно важных кислородных концентраторов в медучреждения. Предоставление для лечения и реабилитации больных COVID-19 зданий исламских учебных заведений. Все это было реализовано муфтиятом республики в период распространения коронавируса. К чему призывает нас наша религия? Безусловно, быть образованными. Стремиться к изучению знаний. Как религиозных, так и светских. Сегодня муфтият Дагестана под председательством шейха Ахмада Афанди предоставляет нам эту возможность. В республике успешно функционирует несколько учебных заведений. Это и Дагестанский исламский университет, где можно получить высшее богословское образование. И Дагестанский гуманитарный институт, получивший аккредитацию. Он объединил в себе и светское, и богословское направления. Медицинский колледж имени Сейфулы Кадди Башларова. Учреждение, предназначенное для тех, кто хочет получить медицинское образование. Гуманитарно-педагогический колледж, учрежденный в 2006 году. И сегодня осуществляющий подготовку кадров в области гуманитарного образования со средним профессиональным образованием. А также реализующий дополнительные обучающие программы. Для прекрасной половины человечества также функционирует женский центр «Гидояд». В котором обучают исламским наукам, арабскому и английскому языкам, кулинарному и швейному мастерству. Помимо прочего, при джума-мечети функционирует центр создания семьи, где одиноким людям помогают обрести свою половинку. В центре работает семейный психолог, который бесплатно отвечает на все интересующие людей вопросы. Муфти Республики, шейх Ахмад Афанди, не оставляет без внимания и людей с ограниченными возможностями. В этой связи по инициативе Муфтия Дагестана в 2017 году был открыт центр для слабослышащих и глухонемых «Жизнь без ограничений». На сегодняшний день в центре самые профессиональные педагоги и сурдопереводчики Республики Дагестан обучают совершению намаза и основам религии всех желающих, вне зависимости от возраста. Помимо прочего, в центре функционируют курсы массажа, кулинарии, жестового языка. Второй проект для людей с ограниченными возможностями, реализуемый Муфтиятом Дагестана, это центр по заучиванию Корана для незрячих. Кроме религиозных предметов, в центре преподаются и светские дисциплины. В программу входит обучение как мужчин, так и женщин. Основное внимание здесь уделено обучению правильному чтению и заучиванию наизусть сур священного Корана. В самом же Муфтияте функционирует отдел образования и науки, сотрудники которого работают над книгами дагестанских ученых-богословов. В основном это редкие рукописи, которые оставили после себя наши с вами предки. Их набирают в электронном виде, подкрепляют содержание текста, переводят на русский язык с арабского и других языков. Также здесь работают над книгами, которые направлены на формирование духовно-нравственных и личностных качеств человека в современном обществе. Говоря о просветительской деятельности, проводимой духовенством, нужно отметить работу отдела просвещения, функционирующего при Муфтияте. Сотрудники отдела встречаются с молодежью, посещают образовательные учреждения, начиная от школ и заканчивая высшими учебными заведениями, посещают различные организации, проводят просветительские беседы, призывая людей, в особенности молодое поколение, к нравственности и созиданию. Подобная работа проводится во всех четырех территориальных округах Дагестана – Центральном, Северном, Горном и Южном. На одном из мероприятий в Южном Дагестане, в городе Дагестанские Огни, шейх Ахмад Афанди отметил. Я вот официально вам говорю, если в целом в нашем государстве, в стране, есть десять патриотов, один из них я, и этим я не горжусь, а благодарю Аллах. Доказательством этих слов является огромная духовно-нравственная работа, которую проводят представители Муфтията практически во всех городах нашей Родины – России. В одном из изречений посланника Всевышнего, мир ему и благословение, сказано, смысл, «Воистину, верующие – братья». Поэтому примиряйте братьев, то есть улаживайте отношения между вашими братьями. И в этом плане Муфтият проводит огромную работу. Для этого создан отдел примирения, который занимается решением спорных вопросов. Тяжесть таких конфликтов может быть самой разной. Квалифицированные сотрудники отдела дают им религиозно-правовую оценку и на этой основе выносят решение. Зачастую к решению вопросов привлекают отдел ФЕТВ. Задача отдела ФЕТВ – давать полноценные канонические ответы на вопросы, касающиеся при различных обстоятельствах жизни верующих. Специалисты отдела отвечают на многочисленные вопросы, которые поступают как через телефонные звонки и соцсети, так и при личном обращении в Муфтият. Помимо духовно-нравственной работы, Муфтият Дагестана проводит колоссальную работу в социальной сфере. В этой связи, безусловно, нужно отметить деятельность благотворительного фонда «Инсан», филиалы которого функционируют в 52 муниципалитетах республики. Это огромная работа, направленная на помощь нуждающимся людям, малоимущим семьям, детям, оставшимся без опеки родителей. Это сотни миллионов рублей ежегодно. Фонд осуществляет также организацию сбора и раздачи закята в соответствии с требованиями шариата, в результате чего малоимущее население получает существенную поддержку. Только с января 2020 года было выплачено порядка 40 миллионов рублей закятных денег. Примечательно и волонтерская деятельность, которую ведут представители всех социальных учреждений духовенства. Так, к примеру, волонтеры медколледжа имени Башларова в период пандемии помогали врачам городской больницы номер 3. Одним из крупных социально значимых объектов, реализованных муфтиятом, является строительство городской больницы номер 3. Медучреждение укомплектовано по последнему слову техники. Все услуги здесь оказываются бесплатно. На лечение и обследование сюда приезжают жители со всего региона. Если говорить о столице нашего региона, отрадно, что на улице Хуршилова по инициативе муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди построен парк памяти глухонимых детей, погибших при пожаре. Площадь парка составляет 11 тысяч квадратных метров. На территории сквера имеются все условия для приятного времяпрепровождения. 17 лет назад в школе-интернате для глухонимых детей, располагавшимся здесь, произошла трагедия. В результате пожара погиб 31 человек, а здание полностью сгорело. Местные жители и общественные организации неоднократно выступали за установку мемориала памяти жертв пожара и облагораживания прилегающей территории. Жителей микрорайона Сепараторный поддержал муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди, после вмешательства которого вопрос о постройке мемориала был решен положительно. Когда мы обратились в муфтия по поводу парка в этом месте, он нас заверует, что возьмет этот вопрос под свой контроль. И вот теперь мы все собрались здесь, чтобы открыть этот прекрасный парк памяти наших погибших обратил. Муфтия Дагестана также организовал места для досуга в разных уголках столицы. В частности, перед центральной джума-мечетью Махачкалы функционирует парк для семейного отдыха, детская площадка, оборудованная по всем стандартам и нормам безопасности. За северным постом, около въезда в Махачкалу, со стороны Буйнакского перевала, по инициативе духовенства, возведен конно-спортивный комплекс «Ватан». В связи с закрытием ипподрома между Каспийском и Махачкалой. Любителям верховой езды вновь представилась возможность покататься на лошадях. Здесь же проводились масштабные мероприятия. Однако комплекс предназначен не только для проведения крупных событий, но служит еще и местом для отдыха. На территории комплекса имеются все условия для приятного времяпрепровождения с семьей. Муфтият Республики Дагестан реализует большое количество проектов. Несомненно, самым грандиозным проектом, инициированным шейхом Ахмадом Афанди, является строительство Духовно-просветительского центра имени пророка Исы, мир ему. Комплекс, основная площадь которого отведена для социальных нужд, поражает своими масштабами. Одной из интересных особенностей центра является Аллея Героев-Медиков, протянувшаяся от берега моря до Духовного центра. Во время прогулки по Аллее человеку ни разу не придется перейти дорогу. А на участке старой Каспийской трассы запроектирован подземный переход шириной 18 метров с плавным подъемом и спуском. Протяженность Аллеи составит 1300 метров. Ежедневно здесь собираются семьи с детьми, которые с удовольствием проводят тут свое свободное время. Спонсором строительства центра является Народ. Каждый вносит свой вклад в возведение Духовного центра, кто в материальном плане, кто в физическом, принимая участие в ремонтных работах на территории комплекса, который, несомненно, будет достоянием нашего региона. Примечательным событием для жителей республики стало открытие муфтиятам Дагестана, школ и детсадов имени Юсупова и Ватан. Это особенно важно в связи с постоянной нехваткой мест в детсадах и школах республики. Основная задача, которую ставит муфтий республики Дагестан перед данными образовательными учреждениями, это воспитание достойных граждан нашей страны, имеющих все необходимые для жизнедеятельности базовые знания. Для пропаганды духовно-нравственных, патриотических и культурных ценностей при муфтияти Дагестана был создан медиахолдинг, включающий в себя телеканал ННТ – наше национальное телевидение. Всероссийская духовно-просветительская газета «Ас-Салам», которая издается с 1994 года, на сегодняшний день выходит на 12 языках – русском, татарском, аварском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лизгинском, табасаранском, лакском, башкирском, английском и уже можно смело сказать – турецком языках. Распространяется газета по всей России. У издания есть свои подписчики в Белоруссии, Украине, Азербайджане, Германии и Польше. В медиахолдинге «При муфтияти» функционируют также исламские образовательные порталы. «Исламдак», «Ислам в Дагестане» и «Ислам.ру» – это одни из самых крупных федеральных интернет-сайтов в России. На страницах этих порталов можно получить достоверные сведения об основах исламской религии, узнать о примерах веротерпимости между народами нашей страны, о жизни и трудах выдающихся ученых, деятелей науки и культуры, ознакомиться с актуальными новостями мусульманской общины республики, скачать электронные варианты книг и лекций выдающихся ученых традиционного ислама. Радио «Ватан» начало свое вещание в 2007 году. За 13 лет своего функционирования оно превратилось в один из самых популярных вещательных каналов в регионе. На волнах радиостанции регулярно выходят в эфир передачи на патриотическую и духовно-нравственную тематику. Готовятся выпуски, освещающие актуальные проблемы современности. Проделана колоссальная работа. Но предстоит сделать еще очень многое. Во благо нашего Дагестана. Во благо нашей Родины. России.